Ну что, здравствуйте, мои прекрасные, любимые, самые замечательные слушатели подкаста. И сегодня страшная тема, но эту тему будет, пожалуй, не один подкаст. Тема сегодняшнего подкаста – агрессия. И сегодня мы будем говорить про скрытую агрессию, откуда она берется, к чему она ведет, и как вообще с этим жить дальше, да? Ну что, знаете, перед тем, как я скажу слово «полетели», я в начале сегодняшнего подкаста хочу передать привет в свою любимую и прекрасную Астану. Я вчера вечером вернулась из Астаны. Знаете, для меня Астана навсегда останется городом денег, городом роскоши, процветания и богатства. Для меня Астана всегда останется городом такого, знаете, места таких, знаете, открытых людей, добрых, отзывчивых, открытых. Вы не представляете, дорогие мои слушатели подкаста. Причем сейчас я хочу тем, кто меня слушает из Астаны, передать особый привет. Я была в Астане в октябре прошлого года, и когда я приехала в этот раз, девочки с прошлого тренинга приходили со мной повидаться, здороваться, провожать меня. Это настолько ценно. И действительно, вот у меня, пожалуй, на сегодняшний день есть два любимых места, куда я езжу. Это мой прекрасный Улан-Удэй. Улан-Удэй вам тоже отдельный привет. И Астана – это вот два места, где действительно осталась частичка моего сердца, частичка моей души, где я с любовью. И это те места, куда я готова возвращаться снова и снова. Даже просто так. Если мне даже там не будут платить денег, мне кажется, я все равно готова возвращаться, потому как это место, где ты знаешь, что тебя любят просто так. А вы знаете, любить просто так – это как раз-таки про то, когда можно расслабиться и быть настоящей, да? Когда тебе не нужно больше заслуживать любовь. И вот так, в общем. Ну что, тема сегодняшнего подкаста – скрытая агрессия. И мы с вами полетели! Итак, откуда растут ноги? Ну давайте мы здесь в подкасте опустим истории, когда у вас были родовые вещи. Ну то есть может быть пул агрессии, которая попала в вас из ваших родовых систем и реинкарнационных систем, то есть кармических систем. Ну мы сегодня эти системы отпустим, да? Ну то есть вы здесь должны просто признать, что иной раз внутренняя агрессия у вас идет через родовые каналы. Ну условно, знаете, были различные истории. Вы в прошлой жизни или в позапрошлой жизни были драконом, например, да? И вы не поймете, откуда вы хотите просто грызть горло людей. Ну это так уж, если про крайность говорить. Ну либо, может быть, вы были Гай Юлием Цезарем, да? Который убивал людей. И в этой жизни какие-то части остались, у вас прям задача такая, остались какие-то вещи. Ну так это для информации. То есть если вы уже проработали агрессию со всех сторон и в детском периоде и прочее, и вы никак не можете ее вылечить, то, скорее всего, нужно сделать какую-то расстановочку и посмотреть, не было ли там у вас истории из прошлого, где, может быть, ваш дедушка был тем же Гай Юлием Цезарем, повезло вам тогда очень, или Султаном Сулейманом, или каким-то еще человеком, Гитлером, например, да? Который как-то так агрессировал, в принципе, на мир. И там, поэтому у вас агрессия оживет на нейронных связях. Это такая вот базовая информация, но мы ее сегодня опускаем, и мы идем в нашу жизнь, да? Мы сегодня рассматриваем скрытую агрессию с личностного уровня. Итак, откуда она вообще взялась? Я, как Юлия Хадарцева, заявляю, я уверена, что агрессия есть в каждом из нас. И другой вопрос, насколько мы умеем ее проявлять. И сейчас я вам предложу вот о чем подумать. Мы идем опять в наше глубокое детство и вспоминаем, разрешали ли нам в детстве проявлять агрессию? Ну, знаете, единицы, кто из вас может ответить, да, кому разрешали кричать, кому разрешали бить руками по полу, когда им не покупали конфеты. Ну, как правило, когда ребенок хотел проявить агрессию, ему в лучшем случае говорили «закрой рот», а в худшем давали «по морде». У меня сегодня настроение очень агрессивное, потому как тема такая. Да, в худшем случае ему давали «по морде», избивали и ставили в угол. Особенно вот мальчикам любили, да, так в песочек очень хорошо. И что происходило потом? То есть ребенок четко понимал, что агрессию проявлять нельзя. Агрессию проявлять опасно, особенно с родителями. И очень часто можно было наблюдать следующее, что ребенок дома, золотой мальчик, самый лучший, шарики-фонарики, голубые тарелочки и прочее, прочее, а выходил во двор и фигачил там всех своих сверстников. В лучшем случае фигачил, да. А в худшем случае он тоже так же не мог проявлять себя и свою агрессию в люди. Я вам более того скажу, агрессия – это очень здоровая энергия. На энергии агрессии мы действуем, мы добиваемся результата. И когда мы можем ее проявлять или могли ее проявлять в детстве, это было нормально и хорошо. Хорошо. Вот смотрите, я, если вы немного за мной следите, да, у меня тоже есть такая некая энергия агрессии, она помогает мне действовать. И мне, слава богу, как-то повезло. Меня как-то сильно за это не наказывали, за то, что я иной раз проявляла агрессию. Сейчас вам один, никому только не рассказывайте, один страшный факт моей жизни расскажу. Я однажды взяла мальчика за голову и расшибла ему лицо об стол, об парту, да, там потом, конечно, вызывали кучу этих родственников, моя мама там прилетела. Ну, сам факт. Ну, то есть я не боялась проявить агрессию. А вот, опять же, это скорее потому, что папа с нами не жил. Если папа с нами жил, скорее бы я, наверное, боялась бы этой агрессии всегда, да. Мне казалось бы, что там смерть. Понимаете, да? Вот на примере на своем показывают, что иной раз, почему я иду, добиваюсь, потому что мне действительно позволяли проявлять агрессию. Агрессия – это энергия такого действия, да, чтобы человек проявил агрессию, человек, любое живое существо, это нужно, вы знаете, есть вот эти три инстинкта – нападать, замирать. Ой, забуду третий. Убегать, нападать и замирать. И вот нападать – это как раз-таки энергия агрессии. И, опять же, агрессия может выражаться в этих трех инстинктах. И важно увидеть вот что. Когда ты проявляешь агрессию, это нормально. Но возвращаемся в начало того, что я говорила. Очень часто нам эту агрессию не давали проявлять. Знаете, в 99% случаев нам не давали ее проявлять. И что происходило? Мы эту агрессию запихивали в себя. То есть она начинала жить внутри нас. То есть ты человека реально ненавидишь. Но ты не в контакте с этими чувствами. И, опять же, здесь люблю, ненавижу, а тоже хочется об этом поговорить. Это нормально испытывать весь спектр чувств к человеку. Условно, вот твоя мама, она тебе, значит, там, не знаю, погладила тебя по головке, и ты в этот момент испытываешь к ней любовь, когда ты маленькая или маленький. А если твоя мама запретила тебе посмотреть, я не знаю, мультики, то, скорее всего, у тебя в этот момент к ней есть ненависть. Но нам не позволяли ненавидеть маму. По-моему, я где-то в каком-то из подкастов уже об этом говорила. Ну, давайте еще раз, да, пройдем. Нам не позволяли ненавидеть маму. Тогда мы говорим, я испытываю к матери агрессию. Ну, то есть ненависть и агрессия, они так прям близки, да, чувства, если уже в детство идти, где они чистенькие. И мне говорят, нельзя ненавидеть маму, это невозможно ненавидеть маму. И я что делаю? Я гашу в себе эту ненависть. Эта ненависть во мне растет, растет, растет и копится, но я ее не имею права проявлять, да. И здесь это прям важно видеть, что внутри она живет. Это, ну, агрессия, ненависть, начиная к родителям. Так я в течение жизни тоже иду. И мне начальник уже говорит, слушай, включи-ка ты свой телевизор. Ну, начальник не так говорит, он говорит там. Возьми-ка еще 25 отчетов. Они не замолчат ли тебе? А я тебе зарплату не повышу. А у тебя поднимается ненависть и агрессия на этого начальника, да? Ну, ты же опять же в нем видишь маму. И ты опять же боишься сказать, со мной так не надо. Я что хочу, то и делаю, да. Я хочу, смотрю телевизор, а хочу, нет. И тогда у тебя опять эта агрессия внутри тебя. Так, собирается, 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 собирается. Но ты опять ничего проявить не можешь. Это прям опять же важно замечать. Точно так же в отношениях с партнером, в отношениях с детьми и со всем остальным. Ну, раз хочется сказать ребенку, да заткнись ты. А ты же не можешь, ты же приличная мама. Эта агрессия еще больше тебе копится. Вот, что я сегодня хочу вам сказать. Вам нужно из себя достать всю поддавленную агрессию. Потому что вы на самом деле, когда не живете, когда вы не проявляете чувство агрессии, вы не можете чувствовать и проявлять чувство любви. Когда вы запрещаете себе чувствовать агрессию, вы запрещаете себе любить. Потому как это опять же мы падаем в дуальность. У кого точно есть скрытая и подавленная агрессия? Она есть у тех людей, у которых были достаточно подавляющие родители. Да, те родители, как ни странно, агрессивные в том числе родители. Те родители, которые не позволяли ребенку проявляться. Проявляться на все сто. Те родители, у кого... Те дети, кто пережил в детстве, знаете, жесткое поведение или насилие. Несомненно, есть подавленная агрессия в тех людях, кто пережил изнасилование. Несомненно, она есть у тех, у кого было такое жесткое воспитание, да, я уже сказала, где нам ничего не давали делать. Ну и те люди, которые проживали травматические отношения, где мне приходилось быть жертвой, ему тираном, или наоборот мне тираном, ему жертвой. Вот эти вот треугольники Картмана. Если вы не знаете, что такое треугольник Картмана, я записывала до этого подкаст, там что-то у нас было про жертву. Можно, я подробно там прям по треугольнике Картмана рассказывала. Вот прям важно это в себе поймать и оценить. И важно сегодня здесь, прослушав мой подкаст, признать, что я с этого дня начинаю проявлять то, что чувствую. И если, не знаю, какой пример вам привести, водитель тебе не дал сдачи в такси, и ты чувствуешь к нему агрессию, не нужно это глотать и запихивать опять в себя, ты ему скажешь, слушай, конечно не так, но смысл такой, да, и понятно, что он может и другими словами сказать, но смысл такой, слушай, а ты мне там 300 рублей не додал, и забирайте за 300 рублей. А вы же поднимаете агрессию, поднимается претензия, а вы пытаетесь быть хорошими девочками, потому что вас учили всегда любить мамочку, всегда ей улыбаться, и всегда быть очень удобной для всех. И у тебя внутри живет дракон, который хочет всех нахрен сожрать, а ты делаешь вид, как будто ты золушка, которая любит всех. Вот это важно понимать. И в тот момент, когда ты это делаешь, ты просто раз за разом умертвляешь себя, ты просто раз за разом предаешь себя, предаешь свою суть и свою сущность, предаешь своего маленького внутреннего ребенка. Я вам скажу больше, что вы наверняка замечали таких людей, у кого есть внутренняя скрытая агрессия, рядом с ними иной раз находиться тяжело. Они, знаете, они вроде вам улыбаются, но вы потом выходите от них, и вам, вы знаете, как будто надо это, тонну дерьма. Я сегодня жестко. Сейчас Астана, привет прям. Вам надо как будто прям вытащить из себя все это, понимаете? Ты прям вот вспоминаете это ощущение, когда тебе вроде она подружка улыбается, улыбается, домой приходишь и говоришь, господи, мне надо помыться. Понимаете? Потому как вот эти люди, у которых есть скрытая агрессия, они все равно какие-то поддельные как будто, знаете, они как будто вас ненавидят изнутри. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. А если ты внутри себя запихнула агрессию, ты должна, ты тоже самое делаешь, ты не проживаешь до конца чувства, ты думаешь, что ты человека любишь, а ты его на самом деле ненавидишь, и тогда ты вообще никогда в жизни в контакт вступить не можешь. И потом ты говоришь, почему я не перезваниваю, почему ко мне не приходят, а потому что человеку тяжело. Он чувствует, что ты ненастоящий, и что где-то в глубине ты его ненавидишь. А в этот момент, внимание, ты ненавидишь своего отца. Понимаешь? Потому что своего отца ты любишь и ненавидишь одновременно. Но позволительно было любить, а не позволительно было ненавидеть. И тогда ты это все транслируешь на своего мужчину. Понимаешь? Подумайте об этом. Я вам сейчас дам, знаете, для размышления, смотрите на это с двух сторон. Вы наверняка общаетесь с людьми, у которых есть скрытая подавленная агрессия, и вы наверняка сами являетесь человеком, у кого есть подавленная агрессия. Пересмотрите это. Потому как человек с подавленной агрессией, он часто бывает жертвой. Почему? Потому как он слишком многим жертвует ради других. Это вот эта вот хорошая девочка, да? Она внутри бы всех убила, но ей приходится жертвовать собой, чтобы всем угождать. Сейчас прям сразу хочу вас позвать на тренинг «Ангел и демон», который у меня будет в ноябре, по-моему, в Москве. Вот мы там будем тоже об этом много говорить, про плохую, хорошую девочку, и про то, что иной раз, если человек нарушает твои границы, это вообще нормально на него наорать. Да? Пойти из инстинкта нападать. И когда очередной раз шеф тебе бросит кучу отчетов на стол, ты понимаешь, что уже шесть вечера, ты ему скажешь, со мной так не надо. Заберите свои отчеты и отдайте там Нине, например, Кате, Вике, я не знаю, Александре. Ох, как хорошо. Итак, часто люди с подавленной агрессией являются такими, знаете, как это говорят, вампирами, энергетическими вампирами, понимаете? Потому что агрессия, она когда непроявленная, она все равно чувствуется. Не важно, особенно очень чувствительные люди, а сейчас таких очень много, энергетически этот человек с подавленной агрессией является вампиром. Вот он тебе улыбается и жрет тебя просто, как дракон, да? Улыбается и жрет. Улыбается и печенку тебе вырезает ножом. Это вот люди как раз-таки с непроявленной агрессией. Важно это понимать. Человек с непроявленной, с подавленной агрессией портит жизнь себе, всем своим окружающим, своим детям. Особенно, знаете, детей жалко, потому что часто мы детей можем там прям, ну, без сил, знаете, ну, третью бутылку молока разлил на пол, понятно, что уже хочется наорать, да? А я же хорошая мама, я должна терпеть. Ребенок-то все равно чувствует эту агрессию. И, ну, раз реально лучше наорать. И показать ребенку, что это нормально выражать негативные чувства. Это нормально плакать и истерить иной раз. Потому что внутренняя истерика в тебе живет, и ты улыбаешься. Человек с подавленной агрессией часто чувствует себя униженным и оскорбленным. Человек с подавленной агрессией практически всегда будет находиться в состоянии жертвы и критически относиться ко всему миру. Человек с подавленной агрессией. Знаете, они что любят делать? Они любят так подставлять людей. Он, знаешь, так, я тебе тихонечко отомщу. Вместо того, чтобы сказать там ему, например, давайте таксиста вспомним. Слышь, ты отдай мне 300 рублей. Мы такие поулыбаемся, ему поулыбаемся, а потом выйдем и накатаем какую-нибудь жалобу туда, в центр такси, например. Вот эти люди, они, которые в глаза будут улыбаться, а за глаза будут ножи стыкать. Человек с подавленной агрессией практически никогда не будет доволен жизнью. Понимаете, это прям важно. Вы тогда никогда не сможете испытывать любовь. Эти люди, они, вот знаете, глобально, если взять, они такие мазохисты, садисты самих себя. У вас эта агрессия направлена на самих себя в первую очередь. Ваша жизнь становится жутко сложной. И людям вокруг вас сложно. Если вы будете продолжать это делать, в скором времени вы останетесь абсолютно один, потому как сейчас все больше и больше людей хотят честности. Если ты хочешь выразить матерное слово, да ну, возьми и вырази. Астана сейчас привет. Астана просто знает, о чем я говорю, и Астане передаю привет. Я вам, опять же, по секрету никому не говорите. Сейчас проводила тренинг в Астане, прям много ругалась матом. Я много ругалась матом, представляете. Важно понимать, что люди становятся жертвами, что поведение скрытой агрессии разрушает вашу личность, потому что вы перестаете себя контролировать, да, у вас этот поток агрессии внутри раскручивает вас так сильно, да. Вы постоянно живете в серьезном стрессе, подавляете свои собственные цели. И иной раз человек со скрытой агрессией может себя довести до самоубийства. Потому что он берет эту всю агрессию, которая годами накопилась, и направляет однажды ее на себя. То есть он хотел убить миллиарды других людей, но все оставил в себе. И оправил на себя. Я говорю про самоубийство, и конкретно самоубийство, и вообще такое самоубийство, когда мы сами себе болячки притягиваем, да. У нас в том раз рак откуда-то взялся. Откуда? От верблюда. Потому что ты годами копил агрессию, направленную на других людей, а ее надо куда-то перерабатывать. А тебе нужно быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком. И ты берешь этот нож и вставляешь в себя. Да? Куда девать? Только в себя. И у тебя появляется агрессия на самого себя. И все умерли. Вот такой сказкий конец, а кто слушал, молодец. Все. Я вас люблю, ценю. Благодарю, что вы есть. Такой вот сегодня получился прекрасный подкаст. С вами была ваша Юлия Ходорцева. Не забывайте любить, ценить себя, выбирать себя. И если человек дебил и нарушает твои границы, скажи ему, дебил, не нарушай мои границы. Потому как я ценю, люблю и уважаю себя. И со мной так нельзя. Вот и все. И напоследок. Агрессию выражать нужно и можно. Как я, например, вам свои упражнения даю, перерабатываю. Я включаю громко музыку и ору в машине, когда меня что-то раздражает. Прямо вот так вот. А-а-а-а-а. Во все. Это первое. Прямо можете завести себе правило. По три минуты в день просто орать в машине. Громко музыку включили и едете. Мы выбиваем подушки. Просто физически бьем. Мы ходим на бодиком, на любые боксерские там какие-то. Мужчинам прям обязательно. Мужчинам вообще я рекомендую. Вы знаете, сейчас вот мужчины меня, оказывается, тоже слушают. Мужчины вам сейчас отдельный привет передаю. У вас вообще тема с агрессией, она ваша, потому что вы годами ходили на войну, да, там ваши предки, кармические истории, и там было много агрессии, она идет через вас, вам просто необходимо каждому мужчине заниматься боксом или чем-то, где надо бить, нужно движение, звук и соприкосновение с телом, да, вот где ты грушу это убьешь и говоришь, ну, выдыхаешь, вам просто необходимо, вам по-другому эта агрессия не справится, попробуйте ее вы, доставайте себя. И самое удивительное, когда вы начнете доставать эту годами накопившуюся агрессию, вы начнете добиваться успеха в жизни, потому что, если вы вспомните начало моего сегодняшнего подкаста, я говорила, что энергия агрессии – это энергия движения, движения вперед, поэтому любите себя даже агрессивной, даже ненавидящей, агрессивным и ненавидящим, потому что в этом тоже успех. С вами была Юлия Хадарцева и выслушали подкаст о богатстве, ценности, себя и престиже. Люблю и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok